Мы сегодня поговорим о финансах, как обычно. И слово такое будет к вам сегодня. Очень актуальное на сегодняшний день. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея 6, 21. И вот в эти дни, когда, в эти прекрасные дни, потому что у Бога не бывает плохих дней, мутных дней, каких-то нехороших дней, каждый день у Бога прекрасен. Просто не всегда мы это осознаем, не всегда мы думаем так. Но вот в эти дни мы можем, чем это время прекрасно, каждый из нас может понять, чем наполнены наши сердца, чем наполнено сердце каждого из нас. Именно когда приходит какая-то стрессовая ситуация, какая-то неординарная ситуация, и мы в ней находимся, мы видим, где наше сердце, куда стремится наше сердце. Когда ты не знаешь, что происходит, не понимаешь, что происходит. И мы сейчас можем много видеть вещей, которые происходят вокруг нас. И многие люди бегут в магазины, скупают продукты, скупают туалетную бумагу, скупают гречку и так далее уже. И все это видят. А есть люди, которые, вот, например, мы ездили сейчас на служение, и мы заходили в Максиму, и там видели мужчины, которые скупают алкоголь. И вот можно понять, у кого где находится сердце. А кто-то запасается тоже, вот ролики были, кто-то запасается лекарствами, да, там на 300 евро скупают обезболивающие. Чему человек готовится, непонятно. Ну, там у него сердце, видимо, в сокровищах, в сокровищах, в лекарствах, да. А кто-то туалетную бумагу. Ну, тут вообще все понятно просто, да. А что же нужно делать-то? Вот мы, христиане, куда мы должны устремлять свое сердце? Чем мы должны наполнять себя в эти дни? Такие прекрасные дни, я бы сказала. Просто мы должны этим пользоваться. Как сильно, как сильно мы должны стремиться к Богу в это время. Как сильно мы должны наполняться словом в Библию. Не туалетной бумагой, а словом в Библию. Слово, слово, слово. Да, что говорит слово? На чем ты стоишь? И именно слово спасает нас. Потому что слово есть Иисус Христос. И мы должны наполняться словом. Словом, чтобы Иисус Христос в нас возрастал. Да. И, знаете, Иисус в Иоанна 14, 12 сказал. Истинно говорю вам. Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше всех сотворит. Потому что Я к Отцу Моему иду. Тут хочу поставить ударение, что дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше всех сотворит. То есть, представляете? Я знаю, что и христиане запасаются и продуктами, и лекарствами. И туалетной бумагой. Но Иисус сказал. Верующие в Меня, дела, которые Я отворю, и Он сотворит. Давайте посмотрим и проанализируем, какие дела Он творил. Какие дела Творил? Он кормил голодных. Причем, как Он это делал? Он мог питью хлебами и двумя рыбками накормить пять тысяч людей, не считая женщин. Столетие дела такие. Это Матфея, 14 глава, 13 по 21 стихи. Я не буду читать эту историю. Вторая история. Тоже Матфея, 15 глава, 32 по 38 стихи. Семь хлебов и немного рыбок. И Он накормил четыре тысячи людей, не считая женщин и детей. Вы можете себе представить, что какой-то супермаркет за раз может накормить пять тысяч людей? Представьте себе, да? Вот христиане, да, я вас просто призываю идти и спрашивать у Духа Святого, чтобы Он открыл вам, что это означает. Я буду делать дела, которые делал Иисус Христос, еще больше. То есть я смогу накормить не пять, не четыре тысячи людей, а гораздо больше. Давайте проанализируем дальше. Что делал еще Иисус? Исцелял, да? Матфея, 15. Это много историй про исцеление. Тех не буду вспоминать, но их очень много. Он постоянно ходил, исцелял. И в Матфея, 15, 30 по 31 стихи. И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых, говорящими, увечных, здоровыми, хромых, ходящими и слепых, видящими. И прославлял Бога Израилева. И вопрос к тем христианам, которые скупают медикаменты. Почему вы их скупаете? У вас же есть такая сила. У вас же живет Иисус Христос. Наполняйте Словом. Просите у Духа Святого. Чтобы вы могли получить вот это откровение. Как это происходило? Ведь Бог, если Он что-то говорит, это же Слово Божье. Оно же всегда... Бог ставит Слово превыше себя. И единственное, что нам не хватает, это веры, откровения, как это работает, как это происходит. И обращаясь к тем христианам, которые делают вот такие вещи, да, и еще выставляют в интернете, что они это делают, да. И обращаясь к ним, идите в тайную комнату, получите откровение, как Дух Святой, как Иисус, как Иисус исцелял больных. И не нужны были никакие лекарства, никакой парацетамол, никакие бометины и так далее. Просто молился, взлагал руки, и больные исцелялись, храмы, слепые, глухонемы и так далее. Как Он кормил людей, да, просто имея ничего в холодильнике. Он просто кормил тысячами. Я бы хотела сделать то же самое. И я прошу и спрашиваю Иисус, ну, пожалуйста, Ты сказал, открой мне это. Я не хочу бежать в магазин в панике и скупать гречку. Я не хочу бежать и думать о том, если у меня заболит зуб, что я буду делать. Я прошу Тебя, Господь, Ты мне дал это. Покажи, как это работает у меня, в моей жизни, да. И это нам пригодится гораздо больше, поверьте мне, чем медикаменты, туалетная бумага и гречка. И еще, что же Он делал еще? Он изгонял бесов, да. Тоже много-много-много историй, тоже не буду все рассказывать. Просто для примера, скажу, Луки 4,41. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им рассказывать, что они знают, что Он Христос. Что Он еще делал? Воскрешал умерших. Просто перечислю истории, не буду глубоко в них углубляться, просто расскажу, что в Луки 7,14-15 Христос воскресил мальчика. В Луки 8,52-56 Он воскресил девушку. Иоанна 11,38-44 Он воскресил Лазаря. И все вот это Он делал, и Он сказал, что вы будете делать то же самое, что и я делал, и еще больше. Вот я хочу вот осознать, понять, получить откровение. Что значит еще больше, да? Поэтому, и вот это время наше, оно прекрасный индикатор. Где сокровище твое? Там и ты будешь. Побежишь ли ты в магазин тратить свое сокровище? Побежишь ли ты в аптеку тратить свое сокровище? Где твое сердце? Или ты пойдешь в церковь, и будешь приносить, будешь верным в десятинах, в партнерских, и будешь строить отношения на основании финансов, да? Потому что именно финансы определяют, кому принадлежит твое сердце.